На кухню посмотрите, оно все мокрое. Снег и дождь. Для жителей Инкермана настоящее стихийное бедствие. Вода из года в год льет не только за окном. Стекает по стенам из потолка, но не как элемент современного декора. На него скорее тянут ведра и тазы, расставленные под дырами в потолке. Такая ситуация бьет не только по здоровью, кошельку и свежему ремонту, но и буквально током. Вот все течет здесь, у нас мы выключаем свет, мы включаем свечки, так как она может замкнуть проводку. Пятиэтажку построили 29 лет назад, в далеком 86-м. С тех пор капитального ремонта здесь не делали ни разу. На последние два года вопрос состояния кровли стал особенно остро. Ситуация стала накаляться где-то с 2013 года. В 2014 год вносили в план капитального ремонта. В 2014 году не прошло, план по капитальному ремонту не было выделено финансирование. Но в этом году мокрое дело должно сдвинуться с мертвой точки. 35-й дом по улице Минжинского внесли в программу капитального ремонта многоквартирных домов Севастополя. Эта программа включает в себя ремонт крыш, фасадов, то есть швов, цоколя, лифтов. В общем, в эту программу вошло 431 дом. В том числе в эту же программу вошел дом по улице Минжинского 35. Работы обещают начать после того, как деньги из Федерального фонда по капитальному ремонту поступят в Севастополь. Александра Толкачева, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя.